Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осетская, канал вязания, обо всём, что связано с вязанием. Сегодня у нас 30 декабря, и сегодня у меня выходит отчёт о совместном проекте, вернее, об участии в совместном проекте «Закончить начатое». Проект был большой, он длился 6 недель с 16 ноября по 31 декабря. Организовала проект Анна Полозняк и участвуют в нём более 30 блогеров. Значит, условия проекта – выпустить вступительное видео, потом 6 видео – это отчёт за каждую неделю, и итоговое видео – это вот то видео, которое снимаю сейчас я. Вступительное видео у меня вышло, я рассказала, что я буду делать на этом проекте. У меня в проекте было 5 работ, они у меня записаны, а условием было 5 работ, не менее 5 работ. Значит, у меня всего недовязов за этот год 5. Я очень не люблю недовязы, я не люблю, ну, мне больше нравится вот начать вещь и закончить её. Но, тем не менее, девочки на канале меня, я смотрю, вот у некоторых там, меня даже дух захватывает говорить, поскольку вещей начато. И я, в общем-то, вот этому чувству поддалась, это уже начала, достаточно много для меня. Но хочется вот, взяла одну вещь и хочется её закончить быстро-быстро, и потом в другую начать. Итак, значит, у меня была юбка из бобинной пряжи, кардиган из газал-викинга, жакет из Ализе Коттенгол Батик, футболка из Нака и Стива, и джемпер из пряжи Колор Сити Орликина. Вот эти 5 вещей мне надо было закончить. Джемпер, и я сразу сказала, что я брать работу не буду, потому что, ну, я хочу отдельно вот просто посвятить время этому джемперу. Я вяжу его крючком. Как-то у меня не очень складывается отношение с этой пряжей. Не с этой пряжей, а с пряжей вообще Колор Сити. И ещё я уже вязала кокетку, одну связала. Она мне была как-то не очень комфортная, тесноватая, неудобная. Я начала другую вязать кокетку. Вот. И остановилась и решила, что вот я время только буду ей посвящать, этому джемперу, этой кокетке. Поэтому я взяла 4. И 5, это было разное, то, что вот такое небольшое буду вязать. Но перед Новым Годом, сами понимаете, что мне хотелось вязать подарки на Новый Год. В итоге, сейчас расскажу, что получилось. Вот мои все намеченные работы, которые я брала. И видите, в кружочке только одна юбка. Давайте мы сейчас о ней поговорим. Вязала я юбку вот из такой пряжи, бобинная пряжа. Я не знаю, чья это пряжа. Я не знаю состав. Ну, состав это стопроцентно натуральный. Но что именно входит в состав, какая ниточка, я не знаю. Потому что я перемотала в моточке, в клубочке. Даже не... Я собиралась связать юбку, как бы у меня лежала пряжа давно. Но я даже не знаю, почему я перемотала вот так. Я не помню. И где у меня сейчас сама бобина, она была у меня. Но в связи с тем, что я собирала вещи переезжать, я не знаю, куда я делаю эту бобину. Я не помню этот состав. Я вообще... Ну, не помню. Вот единственное, я знаю, что это стопроцентная натуральная пряжа. Она такая вот с ворсинкой. Ну, естественно, такая скользкая, да, потому что обработана. Значит, у меня было её, по-моему, 700 с небольшим грамм. И я связала юбку. У меня по юбке вышел обзор. Я её всю не буду показывать. Вот просто так разложу немножко. Вязала я в две нитки. Я её постирала. Она так вот разровнялась. Петелечки все выровнялись. Очень хорошенькие. Сделала я широкую резинку. Но резинку она вообще не держит. Я, честно говоря, больше ничего не делала. Видите, у меня даже ещё хвостик остался. Я собираюсь вот эту... Посадить её на две резинки. Такие широкие. И сделать подкладку. Подкладку пришить к резинке. То есть, вот одну резинку я пришиваю. А может быть, я их две соберу. У меня есть резинка. Сейчас я вам покажу её. Вот такая вот резинка у меня есть. Её здесь, видите, много. Я её сделаю в два ряда. И к ней же пришью подкладку. Дело в том, что... Почему я это не делала? Я сейчас работаю на удалёнке. Всё время дома. И как бы мне ходить некуда. Ну, в магазин выскакиваю. Но пройдусь. И не настолько холодно, чтобы ходить в этой юбке. Поэтому она у меня лежит. Но я думаю, что вчера объявили, что мы должны, по идее, после 17 января выйти. Так что у меня есть время. И к выходу на работу я её, естественно, закончу. Юбку я вязала. От бедра я стала прибавлять. Смотрите, сколько получается. Да, она насколько шире. Прибавила я 120 петель. Нет, 132 петли. Я прибавила 11 раз. Вот здесь по всем швам. Это не только по бокам. А, вот что я забыла ещё сказать. У меня юбка. Я набрала, провязала резинку такую широкую. Потом я весь объём юбки я разделила на 6 частей. То есть у меня получилось 3 клина. Спереди 3 клина сзади. Каждый клин я отделила одной изнаночной петелькой. У меня получилась имитация шва. Вот. И начиная от бедра я прибавляла там через какой-то промежуток расстояние. Я не считала через сколько петель. Ну так, на глаз приблизительно сантиметра, наверное, через 2,5-3 я прибавляла по 2 петли с каждой стороны вот этого вот шва. Итого я прибавила 10 раз. Нет, 11 раз. 132 петли. И она получилась такая вот. Но форма ГД. Вот. Закрывала я низ айкордом. Он такой получился плотненький. Естественно, не подворачивается. Ну вот всё. Про юбку я рассказала. А весит она 414 грамм. Вот. 414 грамм весит моя юбочка. Вот такая красота получилась. Я её не фотографировала ещё на себе, потому что... Ну, потому что я не одевала. Я сфотографирую её на манекене. Я обязательно вставлю фотографию. Ещё у меня осталось там 300, по-моему, 300 грамм. Ну, что-то либо около 300, либо чуть больше 300, но в районе 300 грамм. Я буду вязать жилет. Я хотела вязать жилет из японского журнала, но попробовала, мне не понравилось. Сейчас думаю, какой связать. Как бы я подбираю модельку, и будет ещё жилет к этой юбке. Так, значит, фотографию я сделаю юбке. И вставлю фотографию. Так, пошли дальше. Дальше у меня был кардиган. Сейчас я вам покажу, что я за всё время сделала. Кардиган. Кардиган я вяжу вот из такой пряжи. Сейчас я отодвину коробку. Вот такая пряжа у меня. Газал Викинг в 100 граммах, 109 метров. Ой, 100 метров. В 100 граммах 100 метров. Цвет 4014. Вот такой очень красивый зелёный цвет. Он такой с меланжем синим. Какой-то такой тёмно-бутылочный. Знаете, я уже говорила, что это у меня третья вещь моя в жизни зелёного цвета. Я не люблю зелёный, я не люблю серый. Кстати, чёрный тоже не люблю. А сейчас стала носить чёрный. Вот третья вещь за всю мою жизнь. Я купила вот эту пряжу, даже не думая. И когда увидала этот цвет, я сразу его захотела. И серый хочу цвет. Серый цвет тоже в Газале. Газал Бэби Вулл. Потрясающий цвет. Вот прям запал в душ. Обязательно надо купить и что-нибудь связать. Состав не сказала. Это 70% акрил и 30% шерсть. Так, вяжу кардиган. У меня на кардиган уже ушло 8 моточков вот таких. Вот этот, да, от 8 моточка. У меня ещё 8 моточков осталось. Но я не думаю, что у меня все 8 идут. Значит, за период вот этого совместного проекта я связала. Сейчас покажу, сколько. Один аран. Один раппорт арана. Так, аран у меня заканчивается вот здесь. Вот. Вот такой кусок я связала. В принципе, я буду продолжать вязать, но остановилась, потому что я буду делать мастер-класс на этот аран. Прям буду вязать себе этот кардиган и делать мастер-класс на этот аран. Вот у меня очень большие планы на вот эти праздники. Я никуда не поеду, я не планирую никуда походить. Я планирую спрятаться и сидеть работать. У меня не будет никаких отчётов, никаких походов, никаких вообще дел. Я должна закончить кардиган, снять аран и закончить всё, что у меня есть. Мне надо закончить три вещи, потому что я уже запланировала на Новый год. Себе я составила план. Я в этом году вообще такая молодец, вы знаете. Я никогда не планировала ничего на год. А вот в этом году я прям запланировала, что я в этом году, в 21 году буду вязать. Но я надеюсь, не надеюсь, я думаю, что у меня будет ещё много внеплановых каких-то идей и возможностей, желаний. И вообще внеплановых каких-то там какой-то работы. Но, во всяком случае, у меня прогресс в том, что я стала планировать. Дальше мой жакетик. Я вязала рандомно, бросала кубики. И вы знаете, за всё время, что вот за эти шесть недель, нет, пять, шестую неделю я не беру, у меня вот на этой жакете кубиков выпало раза два или три. Но, тем не менее, у меня довязан верх. Ну, я имею в виду вот этот вот верх. Да, плечевые швы собраны. Боковые я начала собирать, но я так их и не связала вместе, потому что, ну, до шестой недели вообще не было времени, я этим не занималась. И у меня связаны рукава. Но, как-то мне кажется, узковатый рукав, не знаю. Я поэтому решила, что я соберу боковые швы, плечевые швы, боковые швы, потом приложу рукав. Если он будет нормальный, в принципе, я думаю, он будет нормальный, потому что сам жакет, сама жакеточка, сам жакет, он не расширенный, он идёт ровный. И я думаю, что и рукав я оставлю. Честно говоря, вот куда-то там носить как-то я не планирую. Вот только так вот, дома, в своём районе, выбежать в магазин. Вот поэтому, ну, не знаю. Не знаю, что получится. Вот так он получается. Вот тут внизу очень красивый. Сейчас, извините. А у меня тут кошка диван. Лапки стала чесать об диван. Вот очень красивый вот этот вот узор. Мне он очень нравится. И ещё вот здесь я сделала не очень хорошую вещь. Соржила, я считаю, что это просто необдуманно. Я стала вязать две полочки, а надо было вязать сразу полочки и спинку. Вот. Ну, бывает и на старуху проруха. Поэтому, так, дальше. Дальше у меня был в работе моя футболка. Она меня тоже порадовала, потому что я довязала тело футболки. По бокам я делала, у меня здесь имитация шва. И я сделала прибавки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять прибавок. Значит, я прибавила сорок, да, сорок петель. И вы знаете, вот что, почему я прибавила, потому что, ну, чтобы не обтягивало живот сильно, он как-то стал проявляться так активно. Она просто облегает, в связи с тем, что она вот так вот расширяется, она просто облегает. Надо постирать. У меня вот эта верхняя часть постирана, она такая ровненькая. А низ ещё не очень красивый. Я вяжу способы Magic Loop, но взяла вот так, переодела на спицы, потому что, чтобы померить мне было удобно. И я решила, что рукава будут, наверное, длинные. Вот я стала вязать рукава, значит, я здесь довязала. Ну, прилично я здесь связала. И довязываю рукава. Я думаю, что прям в первых числах января я начинать новое ничего не буду. Я буду вязать вот это. Вяжу я из пряжи на коестиво. 50% хлопок и 50% бамбуковое волокно. Цвет 3777. Вяжу я спицами троечкой. Это у меня тоже тройка. У меня вяжу вот такими спицами. От Нетпро Карбона. Вот. Это то, что мои продвижения. В принципе, я считаю, что у меня продвижения неплохие. Ну, могли бы быть лучше, конечно. Дальше. Дальше я связала шапочку, кофточку и пинеточки. Вязала я из пряжи. Ой, как же она называется? Я вставлю фотографию этой кофточки. Её уже нет. Она уехала к своему маленькому хозяину. Я вязала на ребёночка новорожденного. Это подарок моей дочери. Вязала я из пряжи кроха. От пихорки. Да? По-моему, от пихорки. Нет, из Троицка. Пряжа из Троицка называется кроха. 20% мереносной шерсти, 80% акрила. В 100 граммах 135 метров. Вот. Я вставлю фотографию. Так. На кофточку я сделала мастер-класс. Он есть на канале. И ещё я делала мастер-класс на шапочку. Но шапочка была уже отвязана. Меня просили просто, просто совершенно простую, без всяких вот вывертов, связать шапочку. Я связала, сделала мастер-класс и показывала мастер-класс вот на этой шапочке для торопыжек. Вот эту часть, которую я вязала, там, знаете, такая длинная, вот эта вот идёт пимпочкой, завязывается на узел. Я сделала, естественно, для торопыжек маленькую, но когда я вязала вот эту часть, вернее, закрывала, у меня руки куда-то ушли в сторону. И вместо того, чтобы здесь распустить и показать ещё раз, я стала вязать новую шапочку. Я ещё связала шапочку, но она не нужна, будет всё равно как бы вязать. Связала ещё одну такую шапочку для торопыжек. И ещё, видите, постирала, но не обрезала краешки. Они пока у меня. У меня уже пять шапочек, надо связать носочки для того, чтобы отправить деткам. Так, ещё у меня, ещё я связала вот такие носочки. Это тоже в подарок будет. Это носочки я вязала Magic Loop в технике Helix двумя спицами. Снимаю на него мастер-класс. Начала снимать мастер-класс. И вот тут я остановилась, потому что прошлая неделя была вся занята. Ну вот, я думаю, что, наверное, после Нового года я его сделаю. Я имею в виду новогодние праздники. Ну вот буквально. Тут буду снимать после 2-го числа. 31-го числа не знаю, что буду делать. 1-го числа я буду отдыхать, спать, смотреть телевизор, гулять на свежем воздухе. Ничего не буду делать. А со 2-го числа я начну работать. Так. Это у меня было за прошлый год. Я уже считаю, год почти закончен, но за прошлый год почему-то я сказала, хотя еще новый не начался, еще идет прошлый. хочу сказать по поводу совместного проекта. Мне вообще очень нравятся совместные проекты. Мне нравится тем, что я вижу не одна, я общаюсь. Вот эту неделю, честно, я очень практически не смотрела, но многие знают, что у меня произошло в жизни, поэтому я не буду озвучивать, потому что, ну, не надо это озвучивать совершенно. Это лично, это касается лично меня, поэтому я не хочу об этом говорить на весь мир. Но события очень значительные в моей жизни. И у меня просто-напросто не было возможностей, достаточного времени, чтобы посмотреть девочек, написать комментарии, но я обязательно исправлюсь и все постараюсь нагнать. То есть посмотреть как можно побольше, мне это очень интересно, нравится. Ну и в заключение хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, крепкого здоровья, чтобы не болели, те, кто заболели, чтобы выздоровели, и чтобы больше эта болезнь никогда не вернулась никому. Хочу пожелать счастья, радости, веселого нового, встречи веселого Нового года, чтобы весело, встретив Новый год, год прошел весело, легко, радостно. Хочу пожелать всем-всем творческого вдохновения. И еще всем хочу сказать спасибо огромное всем вам, что вы есть в моей жизни. На этом все. До скорых встреч в Новом году. Всем пока-пока.